В начале выпуска последние новости из Казани, где в эти минуты спасатели тушат сильный пожар в крупном торговом центре. Число пострадавших при пожаре, по предварительным данным, выросло до 12 человек. Огонь начался вот здесь, с этой стороны здания, по которому он перекинулся на основную часть, и от 100 квадратных метров площадь возгорания возросла до 4000. Сейчас вы видите, за моей спиной огнем занялась и вторая часть комплекса. Жильцы новых домов в России и арендаторы офисов рискуют повторить судьбу пострадавших в результате обвала Казанского торгового центра «Адмирал». Напомним, в начале марта 2015 года из-за пожара были эвакуированы более 600 человек, однако около трех десятков людей оказались в ловушке. Часть перекрытий обрушилась на находящихся в центре здания. Причиной тому стали некачественные строительные материалы, которые не отвечали требованиям пожарной безопасности. Впрочем, гибель 17 человек, травмы и ожоги более 70, многомиллионные иски, массовые проверки по всей России не возымели должного эффекта. Этот урок ничему не научил тех, кто занимается строительством и управляет страной. Директор Союза предпринимателей стройиндустрии Юрий Чумерин заявил, что сегодня большинство стройматериалов на российском рынке контрафактные. Выступая на форуме «Европа-Азия» в Екатеринбурге, он подчеркнул, что это чревато серьезными проблемами как для добросовестных производителей, так и для строящихся объектов. Чумерин рассказал, что в начале февраля 2016 года на площадке завода «Тизол» в Нижнем Туре проверили огнезащиту металлоконструкции одного из крупных российских производителей. Металлоконструкции должны выдержать полтора часа открытого огня. Однако эксперимент в специальной печи показал, что они продержались всего 45 минут. «Поэтому падают торговые центры», — отметил Чумерин. Все стройки Екатеринбурга в ближайшее время проверят надзорные органы. Поводом послужило ЧП на одной из площадок на Уралмаше. В здании будущего торгового центра на Кузнецово накануне вечером обрушился целый этаж. Никто из рабочих не пострадал только потому, что в тот момент на стройке уже никого не было. Глава Союза также признался, что сам стал жертвой обмана, купив для личной стройки цемент в магазине, который потом не схватился. Позднее в Челябинской области был раскрыт подпольный цех, где нашли мешки с символикой всех цементных заводов страны. При этом содержимое мешков шокировало. Цемента там было лишь 30%. На одном из кирпичных заводов Каспийска производили поддельные сухие строительные смеси. Под торговой маркой «Волма» отпускали низкокачественную штукатурку и известку. А в Москве оперативникам пришлось выступить в роли экспертов по строительству. В одном из гаражных боксов полицейские обнаружили цех по производству загадочного порошка. Полицейские задержали пятерых человек, которые торговали строительными смесями. На известные марки производители различных эмульсий для отделочных работ, которые давно зарекомендовали себя на рынке, вдруг стали поступать в массовые жалобы от покупателей. Полицейские проверили несколько рынков и выяснили причину недовольства. Оказалось, что смеси производят на подпольном заводе, а наклейки для продукции печатают в Москве. Еще хуже, когда производители занижают толщину изоляции и сечения электрокабеля. И в дальнейшем проводка не выдерживает нагрузки. Магазины берут такую продукцию, потому что она подешевле. А расплачиваться в конечном счете придется ничего не подозревающим гражданам РФ. Заключив соглашение с движением в защиту прав потребителей, Свердловский союз предпринимателей стройиндустрии организовал контрольную закупку. И, внимание, в 100% случаев продукция оказалась фальсификатом. Поэтому будьте очень осторожны, когда покупаете квартиру в новострое или посещаете с какой-то личной целью недавно возведенное или отреставрированное здание. В нынешней России стандарты качества заканчиваются там, где возникает вопрос экономии. В то время, как власть имущая беспокоится лишь о личной безопасности, жизни обычных граждан подвергаются смертельной опасности. Надо активнее переходить на безопасные экологичные технологии в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, внедрять жесткие современные стандарты, чтобы стимулировать использование технологий, которые снижают, а еще лучше – полностью исключают риски. Например, уже сейчас есть возможность обходиться без хлора и других потенциально опасных веществ в системе жилищно-коммунального хозяйства. Серьезное внимание надо уделить анализу вызовов и угроз безопасности в обозначенных сферах. Продолжение следует...